ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, друзья! В этом выпуске я покажу, как сделать вот такой классный макет Нагана своими руками. Это будет обобщенный выпуск, где я расскажу самые основные моменты по крафту данного макета. Приятного вам просмотра! Ну а если вам интересен более подробный крафт данной модели, то можете перейти по подсказке вверху и посмотреть целый плейлист, состоящий из пяти частей. Начинаем изготовление с подготовки материала. Понадобится картон разных толщин, которые мы соберём сами. Офисная бумага, самые обычные листы А4, имеет толщину 0,1 мм. Допустим, слои пакета в общей сложности должны составлять 1 мм. Значит, нам следует склеить где-то 6 листов А4 плюс выкроеку, то есть всего 7 листов. Почему не 10? Потому что ещё учитывается клей между листами и клей между слоями собранного пакета. Таким образом, необходимо учитывать много факторов и не выпускать из рук штангенциркуль. На экране вы видите схемы бутербродов для набора толщины 1 мм. Само собой, в макете нас ждёт много других толщин, но там уже будет легче разобраться. Когда всё готово, нужно поместить заготовленный материал в целлофановые пакеты и поместить на ровную поверхность, а сверху придавить тяжёлыми предметами, будь то ящики, книги и тому подобное. После сборки материала можно вырезать слои будущих составляющих, начиная, конечно же, с отверстий, если они есть, для которых идеальнее всего подходит модельный нож. Кстати, ребят, выкройки для создания реплики нагана вы сможете найти по ссылке в описании. Там же имеется подробная инструкция для сборки, а все свои детали помечены номерами и толщиной. Просто вам покажу слои одного лишь барабана, чтобы было при составлении, насколько модель непроста в изготовлении. Советую вырезать и склеивать по одному пакету составляющих, так шанс, что вы потеряете нужный слой, будет сведён к минимуму. Нередко были случаи, когда что-то дотерялось у кого-нибудь. Склеивать, по идее, нужно с помощью ПВА, но я не представляю, как это делают люди, и поэтому не парился и соединял всё с помощью суперклея. Часть деталей я вытащил из деактивированного настоящего нагана, который мне прислал один знакомый. Всё было в ржавчине, и я принялся выбирать её наждачной бумагой. Чтобы не было непоняток, сразу скажу, что всё остальное я выкинул. Оставил только те детали, которые использую в бумажной модели, а именно спусковой крючок, курок, боевую пружину, шатун и казённик. По закону за эти детали нет никакой уголовной ответственности, их можно свободно приобрести в разных интернет-магазинах и барахолках. А вот хранение рамки, барабана или ствола от настоящего нагана – это уже преступление, но у нас данные детали будут выполнены из бумаги. Теперь можно заняться рамкой, она состоит из нескольких деталей. Конструкция собирается следующим образом. Сначала склеиваются отдельно все пакеты, затем они обрабатываются от перепадов. Не забываем, что мы изготавливаем модель из бумаги, очень мягкого и непрочного материала, а потому во время сборки нужно пропитывать его суперклеем. После этого убираем перепады в слоях всех деталей. Без средства индивидуальной защиты этим заниматься нельзя, ведь при обработке все вредные пары суперклея устремляются в нос и в глаза. Когда скручиваешь какие-нибудь трубки, на конце остается шов. Его оставлять ни в коем случае нельзя. Убираем. Отверстия рассверливаем различными насадками, подходящими по диаметру. Там также есть перепады в слоях, которые мы не имеем права оставлять. После того, как составляющие рамки не имеют неровностей, которые могут помешать, займемся сборкой рамки бумажного револьвера. Так бывает, что между составляющими при присоединении могут возникнуть зазоры. Не пугайтесь, проблема устраняется укреплением этого места суперклеем с содой. Вот что пока получается. Лучше изготовить ось вращения собачки, детали вращающей барабан, из куска проволоки, а потом уже обклеивать бумагой. Ствол был сделан по инструкции, там же дается его развертка, с которой я мерил размеры. Гнездо под мушку, мушка, кстати, для царского нагана, имеет трапециевидную форму, чтобы мушка смогла вытаскиваться только влево или вправо. Насечки для накладок и вкладыша. Опять-таки есть в архиве с выкройками. Отрезаем небольшие кусочки и наклеиваем на детали, после чего с помощью мини-отрезного диска вырезаем эти насечки. Работа максимально тонкая и требует аккуратности. После диска можно довести эти насечки с помощью надфилей. Далее я выжег вот такие клейма, как на оригинале. Чтобы цвет хотя бы напоминал оригинал, оттенок я создавал сам, с помощью латексной краски и колеров. Перед этим все части бумажного нагана я зашпатлевал, и они уже высохли. Погнали убирать лишнее и доводить поверхности до приемлемого состояния. Установил деревянные штифты и УСМ. Посмотрим на работу. Взвод курка, к сожалению, не работает. Боевую пружину пришлось укорачивать, так как боевые детали оказались чуть больше бумажных. Ну да ладно, для такой модели даже самовзвод уже огромный плюс. Храповик. Это очень сложная деталь. Не факт, что получится скрафтить ее с первой попытки. Именно за счет храповика собачка и поворачивает барабан в револьвере. Вот как выглядит полностью готовый барабан. Собираем ось барабана и шомпол. Как можно заметить, в материале у меня присутствует пластик. Оно и не мудрено. Если есть в наличии то, что не надо собирать, то я использую это. Для трубки барабана приготовил пружину. В выкройках также есть все параметры всех пружин. Правда, в большинстве случаев упор будет не на соответствие заданным параметрам, а хотя бы на работе всего этого. Данная трубка возвращает барабан назад, после того, как тот был сдвинут собачкой. Плоские пружины выполняем в виде имитаций. Все равно от них толку мало. А сейчас давайте насладимся полной сборкой бумажного нагана. Продолжение следует... Вот так, все собрано и готово к покраске. Проверим работу механизмов и двинемся дальше. Как говорится, кто чем хочет, тем и грунтует. Мой выбор латексная краска. После высыхания покрываем детали макета черной полуматовой аэрозолью. А после натираем либо графитом, либо алюминиевым порошком. Макета черной полуматовой аэрозолью. Остается самым сложным проектом на моем канале. Было интересно преодолевать трудности, с которыми мне приходилось сталкиваться при его сборке. Что ж, друзья, если вам понравился сегодняшний выпуск, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться этим роликом с друзьями. Спасибо вам за просмотр. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok